Здравствуйте! Вы смотрите новости международного валютного рынка, подготовленной для вас компанией Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Сегодня на сырьевых рынках царит дух распродаж, что обусловлено ситуацией на бирже КНР. Торговые площадки Поднебесной вновь оказались под давлением, на фоне чего участники рынков начинают избавляться от сырьевых активов, включая золото и нефть. Золото подешевело на 1,1% и оценивается в 1092 доллара за тройскую унцию. Нефть подешевела на 3,4% и стоит 49 долларов 13 центов за баррель нефти марки WTI. Медь упала на 1,9% и практически достигла минимального за 6 лет значения. Массовые распродажи пошатнули устойчивость российского рубля, котировка которого под воздействием внешних факторов впервые за две недели устремилась вверх в паре с долларом США и достигла отметки в 57,42 рубля, подорожав практически на 50 копеек по сравнению с уровнем на момент закрытия торгов накануне. Продемонстрировала рост котировкой и российской валюты в паре с евро, достигнув отметки в 62,70 рубля. Валюты других государств, зависимых от экспорта сырьевой продукции, продолжают оказывать влияние на денежно-кредитную политику и убеждать чиновников в необходимости ее смягчения. Сегодня рано утром Резервный банк Новой Зеландии понизил ключевую ставку на 25%, с 3,25% до 3%. Напомним, что не так давно и Центробанк Канады также заявил о сокращении ставки. Канада является страной, где экспорт – это одна из главных составляющих экономики. Канадский доллар в четверг торгуется в паре с долларом США выше отметки 1,30, что в последний раз отмечалось в 2009 году, когда черное золото стоило порядка 30 долларов за баррель. Отношение рынка к нацвалюте Канады зачастую зависит от стоимости нефти, так как страна выступает с чистым экспортером энергоресурсов. Мазен Иса, старший валютный стратег-аналитик TD Securities, считает, что по падение цен на нефть отрицательно сказывается на канадском долларе, и отсутствие каких-либо новых положительных данных с момента понижения ставки Банком Канады на прошлой неделе может сыграть большую роль. В целом настроения довольно негативные в отношении канадского доллара, и рынок учитывает значительную вероятность еще одного понижения ставки позднее в этом году. Как будут развиваться события в дальнейшем на международном валютном рынке, вы узнаете из наших следующих выпусков на сайте компании ИнстаФорекс. До встречи!